ну что товарищи здравствуйте давайте начнем я вас поздравляю с прошедшим конгрессом конфликтологов который был очень большой и интересный я так понимаю вы все принимали в его организации участие и это очень хорошо вот и видите что вот такая проблема куда девать конфликтологию она была очень важной том числе и на конгрессе как куда и и там принимались разные формулировки я бы предложил формулировку такую что это прикладная философия но раз она прикладная то естественно надо учесть данные кроме философии других дисциплин потому что если мы просто скажем что нам мешают вот между нами вот у нас тут раз два три 4 5 6 человек если мы скажем что это что-то между нами то она как бы пропадает она ни к чему не привязана и она так сказать проваливается потому что получается она никакой науке не относится и эта дисциплина получается не самостоятельно а если это прикладная философия например есть у нас факультет прикладной математики процессов управления знаете да история вот такая вот я когда учился на матмехе вот степан степанович учился там же вдруг когда мы были на втором или на третьем курсе значит вдруг большая была буча и половина факультета ушло и организовала вот этот факультет прикладной математике процесс его управления которые занимались хотя матмех тоже так содержит себе прикладное начало под nói почему потому что математика механических факультет она в иглу механика математически факультет это что такое механика еще а механика конечно же связано непосредственно и с теоретической механикой хотя больше там математические задачи возникшие из механики но Но, тем не менее, оно очень связано. Точно так же, как у нас есть там, среди математических дисциплин, раздел математической физики. Кто думает, что там физика? Уже там физики никакой нету. Это математика, причем самые страшные. Причем для меня была эта страшная математика, потому что я единственную, так сказать, четверку имею по этой матфизике. А так у меня все остальные отлично были. Там совершенно все непонятно. Но это задачи, которые вышли из физики и стали математическими. А поле конфликтов, как мы видели на конфликтов, логическом конфликте, настолько широкое, что, конечно, нельзя сказать, что это привязано к какому-то одному предмету, правда? Потому что предмет конфликта, они во всех областях могут быть. Конфликты в семье, конфликты межнациональные, конфликты социальные, какие угодно. Трудовые и прочие. Поэтому тут надо обратить внимание на то, что когда берут какую-то науку, берут ее предмет и метод. Потому что никакого, так сказать, вот если метод диалектический, тогда это вот получается философия. А диалектический метод является всеобщим. Тогда можно претендовать на всеобщность и конфликтологии. То есть конфликтология, как прикладная философия, изучает всеобщие, так сказать, вопросы, которые относятся ко всем конфликтам, в какой бы области они ни были. А когда вы изучаете конфликт из какой-то области, если в области национальных отношений, вы же будете изучать национальные отношения, правильно? А если из области борьбы с какими-то бандами, то вы будете изучать соответствующий кодекс уголовный и все необходимые приемы, связанные с осуществлением этих конфликтов. То есть нет в такой области предмет, который не принимался бы тут во внимание, если вы хотите рассмотреть конфликт. Потому что если мы берем конфликт просто как конфликт, то он останется вот в одной такой формулировке, которую мы с вами и давали. Что конфликт — это что? Это обострившиеся противоречия. Но противоречия обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. А какую область вы взяли? А это для всех областей. Если это в области национальных отношений, значит национальный конфликт. Если в области трудовых отношений, это социально-трудовой конфликт. Если это конфликт на уровне предприятия, это какой-то местный конфликт, конфликт в рамках предприятия. Если это конфликт между профсоюзами, он профсоюзный конфликт. И так далее. Если это революция, это конфликт всемирно-исторический. Почему? Потому что все люди на всей земле проходят вот эти все конфликты, которые называются революцией. Ну, можно сказать, что человечество жило при первобытно-общинном коммунизме, там были свои конфликты. Потом произошла революция, которая восстановила землеробовладение, и поэтому через нее прошли многие народы. Некоторые недавно еще через нее проходили сравнительно несколько сот лет в Африке. После нее была еще одна революция феодальная, которая освободила, можно сказать, частично работника. Это уже близко к нашему курсу. То есть работник стал в феодальное время таким самостоятельным человеком, субъектом отношения. А до этого при рабовладении он был объектом отношения. Если кто-то у меня раб, то это, так сказать, раб. У меня есть дом, строение, есть дерево, есть рабы. И к ним отношение, как известно, к говорящему орудию. То есть он как человек к нищетам за человека. Поэтому рабовладельческая демократия темой характеризуется, что она распространится на кого? На рабовладельцев и некоторое количество свободных граждан, почему-то которые несчастные, бедняки, у них нет рабов. А рабы эти вообще не люди. Ну а те, кто восставали, будучи, и хотели, чтобы их рассматривали как людей, с ними проводилась достачайшая борьба, что мы и знаем из истории, как подавление восстания «Спартака». Мощное было восстание, грандиозное, но было подавлено. Ну, команда «Спартака» осталась. Все равно у нас она существует, память о «Спартаке». Одновременно с газетой «Советский спорт», как память о советской власти. Вот очень интересно изучить социально-трудовые отношения при геодолизме, для того, чтобы видеть, что у нас складывается в современной России. Возьмите социально-трудовые отношения при геодолизме. Как вы все их представляете? Вот если вы крестьянка, вы, так сказать, сколько дней работаете на борщине? Ну, ладно, там такие злые у вас прямо уж эти в баре. Ну, конечно, там трехдневная борщина, а еще сколько-то дневная борщина? Сколько? Ну, сколько? Ну, сколько, как вы думаете? Ну, был закон о трехдневной борщине, но до него, значит, было больше? Ну, закон – это второй уже, второй-то закон – это устанавливает класс. Ну, класс же не дурак этот феодальный, но это же умные люди были. Ну, вот я хочу, чтобы вы у меня работали. О чем я должен подумать? Надо, чтобы у вас. Ну, чтобы мне не заниматься тем, как вам кушать, где взять. Так, у вас есть семья, там, у вас есть дети. Это мне надо? То есть, как бы надо, мне приятно, и так далее. Потому что, чем больше у вас детей, тем больше у меня крепостных. Это надо. Это же все мои крепостные. Тем более я могу всегда продать вас, детей ваших, родителей ваших. Правильно? В любой момент. Можно продавать с семьей, без семьи, землей, без земли. Вот, хорошая крестьянка. Вам нужна крестьянка? Очень хорошая, конфликтолог. Не хотите? Ну, что вы там? Нет спроса на вас. Пока нет спроса. Ну, может, будут. Имейте в виду, там, кто у нас есть. Занатчики, да. Ну, вот. Так, в чем заинтересован феодал? Феодал заинтересован в том, что вот... Сколько там вам надо дней? Три или четыре? Даже четыре было нормально. Четыре дня вы занимаетесь своим хозяйством. На чьей земле? На моей. Если я барин, хозяин. На моей. Ну, я и вам дал. А вы там свои общины, и вот у вас, видите, в общине вот люди. Вы их переделите, каждый год делите. Ну, чтобы по очереди было то одному на краю, третьему у леса, четвертому у озера, чтобы все это было поровну. Вы каждый раз делите. Да и делите, как хотите. Есть у вас община, вы сами это решаете. Вот, помните, все говорят о русской общине, как это все здорово, это общинность. Даже в свое время народники говорили, что прямо так в социализм и перейдет эта община. Не надо никаких революций и так далее. Ну, в баринах-то это хорошо. Вот. Но когда вы приходите на барщину, вы требуете зарплату? Нет. Нет. Вот и сейчас тоже трудящийся так же. Вот берем Ногинский хлебозавод. Им не платят, а они работают. Это что значит? Это пережитки чего? Капитализма или феодализма? Ну, это феодализм же. Вот если вам не платят, а вы работаете. Либо вы на субботнике Леенском, это я понимаю, либо у вас пережитки феодализма. Вы считаете, что я ваш барин, ну, как это негоже, если вы на меня не поработаете за бесплатно. Правда же? Ну, я же вам землю дал, вы там моей землей пользуетесь, смотрите, что я вам дал. Коров вы можете выгуливать на моей земле. В лес вы можете ходить грибочки собирать, ягоды. Грибочки можете заготавливать, из ягод делать варенье. Ну, красота. И всего-то надо три дня в неделю поработать у меня. А когда идет работа на помещичьем хозяйстве, тут все централизовано. Здесь управляющий, ну, барин же будет заниматься организацией сельскохозяйственного труда. А есть управляющий, который по плану, это все, это как называется вот эта работа, это вид, это организация труда в рамках хозяйства, этого самого феодального. Называется это кооперация. Почему? По определению. Потому что кооперация, Маркс писал, это такая форма труда, при которой много лиц работают в одном или связанных между собой процессах, планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Поэтому это кооперация, которая потом превратилась в простую кооперацию при капитализме, потом в мануфактуру, потом в фабрику, когда она вооружилась уже современными машинами уже, машинными средствами труда. Она ниоткуда не выскочила, она уже была преподализме то есть конечно одно дело вы там копаетесь у себя там со своей лошадкой находясь а другое дело барское хозяйство здесь все отлажено вы можете пользоваться тем что вы тут увидели вы увидели как правильно ну вот как-нибудь организовывайте со своей общиной ну как получается организовать как вы организовать у вас там одна лошадь если есть а может ее и нет так что на самом деле большая была разница в жизни отсюда ясно что получилось когда освободили крестьян крестьян освободили все я вас освободил и землю эту вашу выходите с ней продолжать на ней работать что нужно делать давайте деньги работайте и все крестьяне значит в лес вы теперь бесплатно не пойдете это челюсть мой мой это раньше вы моя ломая крестьянка как моя крестьянка идет мой лес это нормально а сейчас это мой лес причем в лес зайдете смотрите грибочки хотели барские забрать это не ваши грибочки и всего не в лес не на поле не на землю то есть и вдруг крестьяне все стали страшно много должны и так они были должны до вплоть до 7 до 7 ноября 1917 года пока пока вот это требование передать емлю крестьянам и распределить ее по едокам не было реализовано реализовали вот написали этот проект эсеры эсеры не собирались это реализовать реализовали большевики и сразу они приближены на свою сторону громадное большинство народа крестьян то что большинство конечно не рабочих было в россии а крестьян но сегодня такой подход как у крестьян которые у барина сквозь и рядом вот вы если почитаете посмотрите информацию о том что на этом предприятие что вам не платят зарплате не платят зарплату они работают ну зачем вы работаете когда он не платит зарплату вот у нас с вами договор теперь это вы уже не крестьянка все договор какой договор мы пишем он согласно трудовому кодексу либо письменно заключается тогда мы пишем что я вам предоставляю работу и вожу этой работы а вы выполняете ее и за это вы получаете от меня какую-то сумму в месяц все понятно расписано дальше мы это все написали вы пошли работать приходите за зарплату игра и нету пока и что вы вы начинаете ждать идете продолжать работать это правильно но если вы крестьянка то правильно если вы я ваш барин то вы должны идти работать правильно но если я вам не барин я над кем командир над средствами производства а вам я кто да никто и звать меня никак вот здрасте здрасте и все я могу что-нибудь вам такое указывать на чем мы не договорились нет у нас есть договор трудовой второе некоторые даже не знают потому что я вам должен доложить что наши профсоюзные руководители стонут некоторые что вот нам там то не получается не платят они даже не знают что вот написано трудовом кодексе я почему вас против это все изучите трудовой кодеку потому что должно какое-то количество грамотных людей хоть знать закон конфликтологи должны знать по такой закон по тем вопросам который затрагивает но абсолютное большинство людей это я же вам не какой экзотические предлагаю закон изучить если экзотические закон а это закон который касается ваших родителей ваших знакомых ваших товарищей который причем информация которым вот будет вас требованы больше по мере вашего таскать взросления вхождения в производственную жизнь так что вы сейчас в качестве учащихся будете в качестве трудящихся и в этом трудовом кодексе написано 61 статье что если работник допущен к работе вот вы пришли а я вместо того чтобы вас прогнать я сказал хорошо вы пришли и начинаете работать вот если вы допущены к работе значит с нами заключить вы со мной заключили считается договор заключенным то есть по закону считается если вы на меня стали работать значит договор заключен это значит я обязан платить вам зарплату а не то что дескать ну а не подумаешь она хочет нет уж извините вот есть закон но он не оформлен вопрос оформления второй договориться можно что угодно я могу устно с вами договориться вы работаете я плачу а вы говорите вы не платите я вот наконец вот это очень хорошо вот это надо осознать вы не платили работы ничего плохого у меня же не делать с какой стати вы должны работать кроме того у вас там есть мама на которой это вы можете что-то для нее сделать у вас там дети пойдут искать и для них сделать эксплуатации может сказать что такое что использование рабочей силы что как это сверх использования чего-то сверх не хорошо а вы тоже не значит такое платация может нас сейчас эксплуатирую вас эксплуатирую час как вы узнали скажите как вы эти что такое эксплуатация но это близко до принужденный плод то есть присвоение чужого только не труд принужденная плода плодами труда то кто вас пользуется вы ли я я так вот присвоение чужого не оплачена туда чужого и не оплаченного от если вы для мамы что-то сделали этой эксплуатации нет а если мама для вас что-то сделала аж она много чего сделала и папа много чего сделал это эксплуататься да нет мамин папин труд можно расходовать с совершенно спокойно использовать почему а потому что эксплуатация это присвоение чужого неоплаченного труда а это родной, какой же он чужой. И все, и никакой эксплуатации. Поэтому, когда он говорит, как же вы, вот так, я тебе столько делал. Поэтому обычно так получается, что на это отвечают дети тем, что у них у самих будут дети. Вот их дети покажут. Где раки зимой. Тогда они узнают. Поэтому это не обязательно отплачивают, так сказать. Это же невозмездные какие-то отношения, не обмен. А это отношения? Ну, это отношения родственников. Это другие совсем отношения. И они не входят сюда. А вот вы же мне не родственника, а что работать стали? А что вы стали работать? Вот я спрашиваю, потому что миллионы сейчас работников в России работают вот так. Говорят, нам не платят, а мы работаем. В мире все разные бывают ситуации. Ведь иногда такое случается в компаниях, в организациях, когда вроде как отношения нормальные, обычно платят, зарплатят все в порядке, но произошел какой-то единичный случай и задержки. Это же не значит, что все должно остановиться на месте и перестать работать. Это не единичный случай, это массовые случаи. А в случаях, если... Это я сейчас вот наше время беру, когда некоторые меры приняло государство. В 90-х годах зарплату не выплачивали по полтора года. И не в единичном случае, а в основном. Ну, конечно, полтора года. Полтора года. И что тогда сделали? Тогда трудящиеся вышли на рельсы, так сказать, на Сибирскую магистраль, взяли железные палки и стали там сидеть. Против них завели уголовные дела. Дескать, они задерживают движение транспорта. А те говорят, нашим детям нечего есть. Давайте платите зарплату, иначе мы отсюда не уйдем. Так эти товарищи государственной власти дела-то завели, а дальше в ход их не пустили. Почему? Ну, потому что они поняли, что если человек умирает, так сказать, с голоду, и дети у него умирают с голоду, он пойти может на что угодно. И он будет уже не сидеть, а он этими железными палками разобьет голову и прокурорам, и другим работникам, которые принимают такие вот меры. Поэтому в итоге что получилось? Ввели уголовную ответственность за невыплату заработной платы. Вот есть сейчас. Из всех вот, во всем трудовом кодексе ведь написано, он обязан делать то, предприниматель, то. А если вы заглянете об ответственности, где ответственность расписана работодателя? В каком документе? В колоннуме. А? В колоннуме один вот только пункт. Больше никакой, нету больше ничего. Только за невыплату зарплаты. Все. Но это один пункт, но он исторический такой. И поэтому след этого и в самом кодексе 142-я статья. Если вам не заплатили зарплату, вот вы, вот берем меня и вас, я вам не плачу зарплату. Что вы делаете? Согласно 142-ю? А? Любая уголовная. Зачем уголовная? Вы сначала прочитайте. Трудовой. Все, вы сразу уголовная. Как у вас какой-то уголовный вообще уголовный? Судей, дерьмо, меня хотите посадить. Я думал, у нас хорошее отношение. Вы прямо как с зверем разговариваете. Вы 142-ю статью читали? Я вас предупреждал, что надо прочитать? Это я вас предупреждал, потому что вам лично это надо? Или это, в общем, надо, чтобы люди, какое-то количество людей в нашем обществе немножко узнало закон. Неплохо бы. По тем вопросам, которые касаются кого? Всех. Всех это касается. Всех. Это требование. Поэтому у меня требование за какое-то запредельное или оно как бы элементарное такое требование, вполне оправданное. Так вот, ну я можно за вас отвечу? Так вот, 142-я статья написано. Вот вы у меня теперь начальница, и вы мне не платите зарплату. А в статье написано, что если мне не заплатили заработную плату в течение 15 дней, потому что сейчас порядок такой, два раза в месяц уплачивается зарплата. Первая половина. Раньше это называлось аванс и получка. Уже это не аванс и получка, просто значит две доли. Половина. Десятого, вот у нас в университете нам платят. Десятого и двадцать пятого. У нас два праздника, значит, преподаватели. У вас один праздник, когда вам стипендии выплачивают. Вам выплачивают еще стипендии? Значит, это праздник. Потому что могли бы и не выплачивать. А они выплачивают. Правда, когда вы ее получите, горе, конечно, у вас, когда посчитаете. Но, тем не менее, выплачивают. Вот и нам выплачивают два раза. Значит, мне не заплатили, не выплатили. Пришло 25-е число. Или там, 10-е. Не платят. Что я должен сделать? Согласно 142-й статье Трудового кодекса, я должен что сделать? Написать бумагу вам. Вы же у меня начальница. Пишу бумагу. Уважаемые. Уведомляю вас, что с такого-то числа... Я что делаю? Что делаю? Не прихожу на работу. А? Не прихожу на работу. Ну вот вы как. Что за люди? Как вы не приходите? Это некрасиво не приходить на работу. Это ваша работа же. Чего вы не приходите? Вы останавливаете? Я останавливаю работу или нет? Да. Нет? Помогу тогда. Нет? Я пишу. Вот у вас все грубые, все такие грубые. Вы же конфликтологи. Это мягко надо решать конфликцию. Мягко-мягко-то. И там мягко я пишу. Я приостанавливаю. Видите разницу? Приостанавливаю работу. Потому что если я останавливаю, как это вы остановили работу? У вас трудовой договор, то все, как так? А если я приостанавливаю, это же нормально? Вот я даже сейчас, смотрите, приостанавливаю лекцию. Ну все, закончилась приостановка. Но я больше... Если я потребую от вас, чтобы вы считали кодекс, вот вы придете на лекцию, а я, значит, приостановлю и буду требовать, пока вы не прочтете трудовой кодекс России и рот больше не открою. Вот это будет приостановка. Все равно приостановка. Правда? Я же не сказал, что я останавливаю работу. Нет. Почему? Я жду просто вот. Ну людям всякие проблемы, у них там то, все надо делать. Никто не досуг до этих всех проблем трудовых. Тут они, наконец, соберутся, и все будет хорошо. Так вот, я приостановил работу, пишу, что я вам написал, уважаемые, обязательно. Не такая же, как раз такая. Почему вы не платите мне зарплату? Нет. Это вредно, я не пишу. Я пишу, уважаемые, уведомляю вас, что я приостанавливаю работу до выплаты заработной платы. И дальше мои действия какие? Ну, наверное, вы понимаете, что если я такую бумажку напишу в одном экземпляре, первый экземпляр может куда-нибудь потеряться, пропасть. Я его вам отдам, а вы, значит, ближайший, вот как выйдите отсюда, все раз, раз, в урну. И все. Поэтому я, как человек ушлык, и немножко читавший 142 статью, я написал бы. Экземпляр у меня есть. Я есть, как угодно копию могу дать. Даже могу вам давать, а вы можете их рвать. Пока вам не надоест их рвать. А у меня их там много, много копий. Сейчас на ксервисе это не проблема. Пошли вниз, спустились, а на щелкнули. Раз, приостанавливаю. И что значит приостанавливаю? Где мне лучше находиться? Дома или на работе? На работе. На работе. Почему? Потому что могут привезти гастарбайтеров на ваше место. И вы же в следующий раз придете, а у вас там ваше место занято. И это будет проблема потом. И вы что, драться с ними будете? Они уже работают. У них тоже права. Они тоже, они ничего не знают. Их поручили, заключили договор, и может быть с ними письменной. И все идет. Поэтому место свое, вот это место, которое вы занимаетесь, и так вот просто не обоживайте. Вот сейчас вот эти захватят. Вот он тут вот думает грустно, там как бы захватить то хорошее место, которое вы заняли. Приостанавливаю работы, это будет зарплата. А если я, ну и снова меняемся местами, теперь вы работница, а я ваш начальник. Вот вы принесли мне такую бумажку. А у меня есть секретарь. Вот. Вот ей, пожалуйста, отдайте, я ее за бумажки не беру. Она для этого специальный человек. Что вы будете делать, если вы у меня секретарь? Возьмете у нее? Правильно. Иначе она у меня не секретарь. Не будет она у вас. Почему? А где Михаил Васильевич? Где сейчас Михаил Васильевич? Не знает. Он вышел, может звонить по телефону, вызвали там. Нет его. Да вы же договорили, что задача секретаря в том, чтобы как можно дольше не допускать посетителей. Правильно. А знаете, как по-японски, мне тут словарик дали японский там. Там разные слова. Хата Хама, это кабинет директора. Сука Хама, это секретарь директора. И так далее. Ну вот это под это подходит. Что вы будете делать, товарищ конфликтолог, просвещенный тут, конгрессмен? Что вы будете делать со своей бумажкой? Пойдете грустно домой? Ну ваше действие давайте. Направим на почту. Молодец. Каким письмом? На почту. Ответственность почты какая за то, что пропало ваше письмо? Заказным. Никакой. Так, каким? Заказным. А заказным что у вас в руках останется? Квитанция. Вот. У вас эту квитанцию вы возьмете ваши второй экземплярчик-то и скрепочек-то наклепите. У вас все есть. Вот теперь если, вот теперь я у вас в кармане. В том смысле, что я не могу доказать, что я не уведомлен. Потому что, а вы без уведомления что ли пришлете? С уведомлением. Правильно. С уведомлением о вручении. То есть как? Пока вы не получите уведомление о вручении, надо вам будить? Не надо. Не надо. Потому что вот как только, более того, надо ли вам прекращать работу, пока вы не получили уведомление о том, что получена от вас такая бумага? Как вы думаете? Не надо. Почему? А потому что я за это время вас уволю. То есть как только до меня эта бумага, я ее увидел, узнал, а вы не пришли на работу, вы уже собирались не прийти. Чувствую, что у вас настроение такое не работать, а бездельничать. И я вас за то, что вы не явились на работу, за прогул однократный, уволил. А вы потом будете восстанавливаться на работе. В суд подавайте потом. А сейчас я у вас уволю. Поэтому не надо спешить. То есть, хотя по закону вроде, вы вот уведомили и все. Это мы знаем. Мы продолжение должны знать. Знаем, как может развернуться конфликт. Поэтому пока не получили бы вот эту бумажечку, обратно не пришлось, с почты. А почта, ей все равно кто что. Она приходит, если это не берет, она вот и отдаст. И никуда она не открутится, потому что почта не отстанет. Короче говоря, это проверено многократно. Куда угодно вы пошлете там. Президенту, премьеру, что хотите. Пойдет, будет, соответствующий, так сказать, отдел, соответствующий секретариат и так далее. Вот вы получили. Вот как только вы получили, что вы делаете? Вот тут вы открываете трудовой кодекс на работе прямо и читаете его. Это же красивый картин. И ничего не делаете. А читаете трудовой кодекс. Это же красиво. Вы не ругаетесь со мной, не ссоритесь, не жалуетесь на секретаршу мою, на меня не жалуетесь. А все подходят, вот она спрашивает, а что ты делаешь? Зарплату жду. Это нормально же? Для буржуазного общества это нормально или нет? Потому что мы же с вами договорились. Я вам плачу, вы работаете. Я вам не плачу, вы... Ну, а что? А она вот работает. А вы что работаете-то? Ну, она любит работу. Ну, пожалуйста, любит. Она меня любит и работу. Она и работает. И вы меня любите и работу вместе сразу. Работаете тоже. И как вы думаете, как сейчас? Кого больше? Вот таких, которые остановились или которые продолжают работать? Вот на Гинске. Три месяца не уплачивают зарплату. Удрал куда-то этот начальник. А вам-то какое дело? Работодатель – это кто? Это человек или это организация? А? Это юридическое лицо. Да вам-то какое дело? Где там собственник, не собственник? Ну, почему вы работаете, когда вам не платят? Вот я не понимаю. Что за люди такие? То есть люди, ну, я понимаю, отступили назад в капитализм. А зачем феодализм-то вы отступаете? Ну, феодализм уже через край. Вас туда никто не звал. Вы сами туда едете. И сидят, главное, там. То есть основное... Вот если вы почитаете там вот на эту тему, что люди пишут, мне приходят соответствующие информации из самых разных, так сказать, мест и разных коллективов, ну, это же просто беда. Говорят, ну, будем выстраивать забастовку. Эта забастовка будет у вас? Вот то, что вы сейчас не работаете? Нет. Какая забастовка? Никакой забастовки нет. И вообще вы ничего не бунтуете, ничего. Вы строго выполняете договор, правильно? Очень строго. Я вам плачу, вы работаете. Я вам не плачу, вы не работаете. И что тут еще можно? Что можно к вам предъявить? Да ничего. А вы сидите и улыбаетесь, и ни с кем не ссоритесь. Но еще лучше, если бы вот она тоже так делала, Префеднил, тоже сидит. Вот она, в отличие от вас, читает «Капитал». Том пока первый. А та читает том третий. А эти читает с особым цинизмом. Ничту философии. А? Ничту философии. Ничту философии. А он читает экономическо-философские рукописи 1857-1859 годов. И сидят все. Можете себе представить? Вот как-то люди скучные, какие-то дела и таксы такие вот. Вот мы пойдем. Чего пойдем? Никуда не надо идти. Сидите спокойно, читайте. Что дальше по закону написано? Что я должен сделать теперь? Я что должен делать? Опять вы не знаете. Вот чувствуется, что вы не импасовали. То есть не делали такое. Что я должен сделать по закону? Что я с ней должен сделать? Она вот сидит, приостановила, все написала, меня уведомила. Я уже запакован. В том смысле, что у нее есть бумага, что я уведомлен, что она приостановила работу согласно 142-й статье Трудового кодекса до выплаты зарплаты. И сидит и улыбается там и читает Трудовой кодекс. А зачем она читает? Ну, чтобы мне показать, что не надо с законом-то сталкиваться. Это ничего хорошего, ни она не будет. Вот она сидит и читает. А вы вот уже достали уголовный там за невыплату зарплаты. Там статья, сейчас номер, я не помню. Вы найдите номерок. И найдите там, и сидите, и вот так, и все смотрите на это. А он заходит, а там как раз уголовный кодекс. А там написано, невыплату зарплаты карается заключением, лишением свободы, на срок. Это же хорошо. А вы ничего не говорите, просто хотите почитать, что я читаю? Почитайте. Вы знали, сила, она же никому не помешает. Вот вы сидите, это делаете. Вот. И что я-то что должен сделать теперь? Ну, кто-то хоть знает тут закон. Вот есть вообще люди, которые живущие в современной России, которые знают закон трудовой. Товарищи конфликтологи, дорогие. К вам взываю я, друзья мои. Что должен я сделать, как начальник, вот ее? Я возмущен ее поступком, но сделать вот, ну, она так вот все красиво так обставила, что я вот ничего не могу сделать. А что я должен вообще сделать теперь в этой ситуации? Что вы мне обсоветуете? Соплатить зарплату. Какие вы злые, какие вы недобрые, заплатить зарплату. Нет, так уже не получится. Я ей должен письмецо написать. Уважаемая, как вам по имени, отчеству будет? Полина Андреевна. Полина Андреевна. О, у меня мама как раз, Полина Михайловна была. А тут Полина Андреевна. Очень приятно. Уважаемая Полина Андреевна. Вы мне ведь тоже хорошие писали, правда? А я что, думаете, хуже вас, что я вам какое-нибудь злобное напишу? Не, не дождетесь. Уважаемый Полина Андреевна, в настоящем сообщаю вам, вам с какой буквы я вам? С большой коня. Вот приятно иметь дело с культурными людьми. Сообщаю вам, что такого-то числа, там, 17-го числа, вам будет выплачена заработная плата. Поэтому просьба к вам, 17-го выйти на работу, приступить к работе. Все. Это я обязан написать, потому что если я это не напишу, вы не обязаны приступать. Потому что написано это в статье, вот прямо написано, потому что это вот такая была проблема, которая затраивала вообще всех. И полтора года не платили. Сейчас опять начали. Снова. Ну, когда с одной стороны начали, а с другой стороны трудящие, если вместо того, чтобы использовать закон, они ушли в феодализм. И думать, что они работают на Барина. А они работают не на Барина, они работают по трудовому договору. То есть пока вы бумажечки такой не получили от меня, лично вам, лично вам, и лично вам вот вручили, я или вот секретарь, если она придет, это вам от Михаила Васильевича письмецо. А вы с удовольствием, а вы ждали как раз письмецо-то это. Потому что вы знаете, чем должно дело закончиться. Вы получили это письмецо и с хорошим настроением, хорошо отдохнувшие, с завтрашнего дня начинаете работать, если сегодня как раз накануне. Красота. Чего-то такого условного. И вот, ну это надо как бы выдержать. и все строго выполнить. Красиво. Нет. Вот они говорят, мы будем бастовать. Вот мы разговаривали, наверное, вы заметили, со мной тут сидел председатель Верховного Совета Донецкой Народной Республики, товарищ Васьковский, Александр Евгеньевич. Он рассказывает, что там, там собираются в Донецке бастовать. Но он одновременно у нас выступал на секции и рассказывал, что весь уголь, который производится в Донбассе, в основном идет на Украину. Но он идет как? Часть ее идет в Белоруссии, меньшая часть, и Белоруссии угля вообще нету, а дальше Белоруссия поставляет на Украину этот уголь. Другая часть идет в Россию. И туда из России идет. А вот эта демонстрация, которая была, что там какие-то представители правого сектора, значит, они взяли и колею, по которой снабжается углем Украина, из Донбасса, они ее перекрыли. Это там колейка, по которой ничего и не ходило. Ну там, а там был прямой, прямая дорога, но в другом месте. А сейчас идет снабжение, то есть понятно, что компании российские от этого получат, от того, что они перепродают Донбассский угол и Белорусский. И примерно почти вся энергетическая отрасль Украины завязана на Донецкий уголь. И вот, значит, оплатят им 13 тысяч. 13 тысяч. А поскольку у нас в Ростове есть шахта недалеко, то российские шахты в этой связи не очень здорово живут. Почему? Потому что у них дороже уголь из-за того, что зарплата больше. И, то есть, они тут проигрывают. А что касается Занецкого угля, он еще потому дешевый, что они не выплачивают систематически эти 13 тысяч. И вот товарищи собрали сделать забастовку. Вот я товарищу Васьковскому и объяснял вчера, что желательно сказать, ну, забастовка дело хорошее, только не надо делать забастовку тогда, когда другая ситуация. То есть, когда есть трудовой договор. Есть это в законе, нет в законе, но если люди понимают, что такое трудовой договор, если у нас с вами трудовой договор, при чем тут закон? Мы с вами договорились. Не знаем никакого закона, ничего. Что вы работаете, я вам плачу. Вы не работаете, я вам не плачу. Или я вам не плачу, вы не работаете. Что тут непонятного? Ну так вы пишите эти бумажки, отдавайте. Ясное дело, что она напишет или вы все напишите мне. Вот я прихожу на лекцию читать, а мне тут везде бумаги. Что Михаил Васильевич, поскольку вы там не ухватили, мы приостанавливаем свой приход к вам на лекцию. Все он может сделать. Но у нас не такие отношения, у нас тут вообще диктатура, у нас же государство, у нас же все такое государство. Что это такое государство? Государство что такое? Машина уникального насилия. Вот насилия, это же ужас вообще. Ничего, никакого договора нет. Вот сидят и должны слушать, и известно, что тут говорят, все надо слушать. Кошмар какой-то. Не, ну правда там не всех допускают к преподаванию. Стараются отбирать, но все равно некоторые пролезают и начинают мучить студентов этим делом. То есть тут у нас совсем не такая картина. А вот тут трудовых отношений кто не так, они договорны. Раз они не заплатили, не работают, и все. И быстро вы эту проблему решили. Но это невозможно решить. Уже не первый раз сообщают, что вот остановилась такая-то фабрика. Ну хорошо, остановилась. Потому что они выплачивают зарплату. Ну а потом проходит неделя, они приходят на работу и начинают работать. Опять пекут булку. Кому вы ее печете-то? Те делают деньги, у них острова, а вы значит печете булку и вам не платят ничего. Ну как так невозможно вообще ничего сделать? Как вообще можно что-то сделать, если вы не привыкли к тому, что если нарушают в отношении вас элементарный закон, вы себя не уважаете. Вот есть свобода. Свободу дает капитализм. Абсолютно это не дает свобода, но такую свободу в смысле того, что вы имеете у вас трудовые договора, а вовсе не обязанность работать на дядю. Нет такой обязанности. Вот это надо усвоить. Вот. Поэтому другое дело, мы с вами уже говорили о более сложном, о коллективных договорах, потому что пока у нас трудовой договор, много там вы... вы же одна придете ко мне наниматься на работу. Ну раз одна, я скажу, вы знаете, у нас тут плохо с работой, у нас больше, чем 15 тысяч мы вам не можем заплатить. Ну потом, может быть, 20 у вас, 23. Ну начните. И вот я знаю, например, у нас такая была компания из Кроссофт. Там было такое правило, вот приходите, допустим, вы в компанию из Кроссофт, вам говорят, вы знаете, у нас там будет 40 тысяч зарплата, но 3 месяца это... и будете работать вы 8 часов. Но 3 месяца должны работать по 12 часов, это испытательный срок. Если вы выдержите это, ну тогда будет у вас и зарплата хорошая, и время 8 часов. 3 месяца вы отработали, и вот мы устраиваем, вот он тоже сидит, я сижу, и вы будете сидеть. У вас такой сейчас вид серьезный, послушали мы, посмотрели, как вы работаете, вы не прошли испытательный срок, нашли нового, теперь вы пойдете, потом вы... И все работает, работает на этой Скроссофт, и все работает за какие-то... за гроши и по 12 часов. Это значит, за нормальное время, значит, ну надо... Это же не 12 часов, а 19 тысяч, а 8 получается. И это сплошь и рядом. То есть сплошь и рядом люди не могут, так сказать, ну просто свое достоинство даже отстоять. А что вы хотите больше? Что дальше? Они детей не видят, у них проблемы в семье. А почему проблемы? Да потому что оно пропадает на работе, а толку никакого. Даже и денег нет, чтобы какие-то проблемы решить. вот я вам принес газету Депо. Это не газета Депо, а это специальный выпуск Депо. Газета, тут вот сверху написано «Правда труда», номер два. Это газета. Раз это газета, то какие буквы писать дальше? Это дело редактора. Вот редактор взял, он написал большим буквам Депо. И смотрится, как будто есть газета Депо. И хорошо для этих машинистов нашего метрополитена и тех, кто их обслуживает. Здесь вот написано, для чего нужен профсоюз, из работы Маркса не считай философии, коллектив за открытостью пожарственной деятельности профсоюза. Говорят работники гор электротранса, какие тут проблемы. Вот пишут, отстоять наши интересы можно только борьбой. В Самаре создали какое-то общество защиты прав работников травмонтралеведов на управление городом Самара. На самом деле, по сути, это профсоюзное объединение, правильно? Если это защита работников. И вот тут есть материал расчет стоимости рабочей силы работников ГУП. в городе Трофранс, Санкт-Петербург. Этот материал, он не представляется таким новым. Это расчет стоимости рабочей силы. Потому что первым материалом, который был сделан на эту тему, вот посчитать, что такое стоимость рабочей силы. Вот сейчас мы с вами говорили просто о зарплате, а о количестве мы ее с вами не говорили. Вам просто не выплачивают даже то, что должны. А сколько вам вообще должны платить? Как вы считаете? Вот сколько? Вот я ваш начальник. Сколько вам надо платить? Сейчас вы скажете, чем больше, тем лучше. А я считаю, что чем меньше, чем лучше. А я тут хозяин, а вы тут, значит, там знаете, за воротами еще сколько? Зачем у нас сделано безработица? Вы думаете, мы капиталисты не можем посчитать, сколько у нас мест и сколько работников? Мы посчитали. Мы посчитали, делаем рабочих мест строго меньше, чем работников. Зачем? Ну, за тем, чтобы вы не требовали сильно большую зарплату. Правильно? Логично. Правильно мы действуем? Ну, с нашей. С вашей-то нет, а с нашей-то. Правильно мы действуем? Вот вы бы были на моем месте, вы же так же бы делали. Вот я так и делаю. Значит, вы меня понимаете. А есть понятие стоимости товара. Рабочая сила товар, зарплата, это что? Кто знает? Вот вы зарплату требуете, а вы, стоит ли вам ее давать? Может, вы и не знаете, что это такое? Что такое зарплата? Да мы это говорили же, нескольких. Да, да. А? Да, да, говорили, добавочную. Да ладно. Добавочную. Да ладно, чего вы говорите-то? В общем, ему не платим, потому что он вообще не знает, что такое зарплата. Вот согласитесь, что не надо платить зарплату человеку, который не знает, что это такое. Работать, я вам разрешаю на нашем заводе работать. Это почетная ваша, так сказать, должность. Вы можете сюда приходить, и вот ваш станок, и работаете. А когда вы узнаете, что такое зарплата, тогда я вам буду платить зарплату. А пока вам не будут платить, если кто-то ко мне будет приставать, я вам объясню. Вот она скажет, Михаил Васильевич, и чего вы не платите ему зарплату? Он не знает, что такое зарплата Нельзя давать человеку зарплату, если он не знает, что это такое Согласитесь со мной? Вот она согласилась Я знаю, что такое зарплата Надо знать, что такое зарплата Тогда будете уже требовать Он пришел работать Хочет получать зарплату, только не знает, что это такое Может, это тумаки Так это за этим дело не стало Приходите сюда Так, а вы знаете, что такое зарплата? Результат сделки по продаже рабочей силы Как? Результат сделки по продаже рабочей силы. Результат сделки по продаже рабочей силы – то, что у меня выросло производство. Это прямой результат сделки по продаже рабочей силы. Вы продали мне свою рабочую силу, вы работаете после этого. И результат – красота. Я богатею. Вот результат сделки – это зарплата, по-вашему, нет? Это результат производства. А вы тоже не знаете, что такое зарплата? Вознаграждение за труд. Вознаграждение – это вы прочитали кодекс. Значит, на эту тему я уже поднимал, ну, видимо, повторение мать учения. Вот смотрите, вы работаете у меня, так, по данным, которыми мы располагаем, ученые располагают, доктора наук, которым располагают, которые этим занимаются, за 40 минут вы вырабатываете свою зарплату. То есть эквивалент продукта или количество продукта, которое эквивалент на зарплате. А дальше 7 часов 20 минут работаете на меня. И мне вы очень понравились. Почему? Потому что вы говорите, что зарплата – это вознаграждение за труд. Кто кого вознаграждает? Например, если я забираю от вашего труда плоды 7 часов 20 минут, а вам выдаю плоды вашей 40-минутной работы. Кто кого вознаградил? Вы меняли я вас? Да. Вы меня вознаградили. Ну, я рад, что вы хоть понимаете. Вы тоже меня вознаграждаете? Так я же вообще бесплатно. Ну, вы молодец. Она вот злая такая. Она 40 минут получает все-таки. А вы бесплатно работаете. Вот это ударник капиталистического труда. Надо будет… Кто-нибудь может шить такой треугольничек, там написать ударник капиталистического труда? Вышить так. И мы торжественно вручим под запись. Пусть посмотрят люди. Есть и наше время. Люди, которые надо их прославить. Капиталисты должны прославлять таких людей, которые не берут зарплату? То есть они… У вас от денег отвращение же, правда? Это же деньги. Это грязное что-то. Бумажки, да? Да. Ну, все. Потом их это все передают. Там и микробы есть. Представляете, бумажки эти все. Ужас. Поэтому банки сделаны, чтобы не трогать их руками. Я лично не трогаю деньги руками. Мне приходит на счет все. Как капиталисту, правильно? Так. Значит, и это вы называете вознаграждением. Да кто кого вознаградил все-таки? Я вас или вы меня? Куботинка, потому что… А вы что говорили? Вы начитались в каких-то произведениях? То есть в данном случае Трудового кодекса начитались. Это что, научное произведение? Нет. Нет, это закон. Кто его писал? Кому выгодно написать такой закон? Если я вот капиталист, какой? Правильно написано? Я считаю, очень хорошо написано. Так хорошо написано в Трудовом кодексе, что я вас вознаградил. А вы еще, я вас вознаградил, а вы говорите, почему мне только… Почему мне орден Ленина, а не дали герою соцтруда? Вот примерно ваше лицо моральное. Что вы недовольны, что я вас вознаградил. На самом деле, а вы должны что сказать? Я вас вознаградила. И не надо мне тут рассказывать. Вы же меня вознаграждаете. И она меня вознаграждает, и вы это вознаградили. А на самом деле… Я спросил, что такое зарплата, что вы мне такое вот рассказываете? На самом деле это зарплата что? Вы что сделали со мной? Вы продали свою рабочую силу или нет? Ну, раз вы продали, за какую цену? Ну, за какую-то цену. Вот та цена, за которую вы продали, это и есть? Все тут непонятно. Ну, вот обратитесь, вот есть люди, понимающие. Вы же тоже мне продали свою рабочую силу. Ну, раз продали, а сколько продали, это и есть цена того, что вы продали. Правда? Цена рабочей силы. Одно время это было непонятно. Скажем, Адам Смит не разобрался в этом. И не разобрался еще, и Рикардо не разобрался. И у них получалась цена труда. Это какая-то ерунда получилась. Сколько труда, значит, затрачено, столько вроде и получается. А откуда тогда прибыли, прибавочная стоимость? А вся суть, вот Марс это разобрал в капитале, что я покупаю ваш труд по одной цене, и я не перепродаю ваш труд, а просто вы, у вас потребительная стоимость того товара, который вы мне продали, потребительная стоимость, полезность. В чем? Создавать больше стоимости, чем пошло на ее производство. И вот то, что пошло на ее производство, это стоимость рабочей силы. А то, что сверх того, вы больше выполнили, это уже прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость идет мне. Почему? А потому что вы мне продали вашу способность к труду. И эту самую потребительную стоимость я использую, полезность вашего труда. А вы по справедливой цене продали. Какая справедливая цена? Как называется справедливая цена при капитализме? Вы же справедливая? Ну, цена какая справедливая? Ну, капиталистическая справедливая. Другой-то справедливости это не будет от меня, не встать. Капиталистическая справедливость в чем? Вот мы пришли ко мне работать. Какая справедливая вам цена вашей рабочей силы? Копейка не справедливая? Рубль не справедливая? Сколько вот рублей ваша справедливая зарплата, цена? Написано 300 наших. Да это все люди, это будоражат умы, все подбивают. Давайте сначала теоретически решим, что такое стоимость рабочей силы. Чему она равна? Вот зарплата, а что такое зарплата? Зарплата – это цена рабочей силы. А цены должны к чему стремиться? В товарном хозяйстве. Капитализм – это товарное хозяйство? Товарное. Цена – к чему стремиться? В товарном хозяйстве. Вы политэкономию вообще изучали или вам не дали? Нет. Действительно. Зачем вам политэкономию знать? Еще будете потом, не знаю, чего. Разрешать конфликты правильно. Значит цена – это денежное выражение стоимости. Вот цена – это как бы центр колебаний цен. Вот сегодня соседский ход стоит 3 рубля 30 копеек, завтра они 4 рубля 50, туда-сюда колеблются, а в итоге они где-то болтаются около 3-75. Вот та цена, которая соответствует затратам на ее воспроизводство. Вот цена вашей рабочей силы, как любого товара, чему равна? Цена товара или стоимость товара определяется затратами труда на его производство. Только не вашего труда, а среднего, общественного. Потому что если вы медленно работаете, так вы будете вообще 10 дней делать то, что другие делают за один день. То есть надо брать среднюю рабочую силу или среднюю общественную затраты труда на производство этого товара. Вот на производство вашей рабочей силы, скажем, идет вот столько-то часов. Часы переводим в рубли и получаем, что, допустим, ваша рабочая сила стоит… Чего там вы насчитали с этими друзьями? 350, 500. Так что вы приходите. А вы теперь встали и говорите, что пока мне не заплатят. Но это вам уже не получится так получить, как вы от меня получали зарплату. Я вот по зарплате с вами договорился, а вот давать вам по 350 тысяч мы не договаривались. Это если вы хотите, чтобы 350 было, это вам что надо делать? Выдвинуть требования и организовать забастовку, пройти через конфликт. Правильно? Без конфликта я вам не отдам. Причем в этом конфликте вы должны выиграть. Если вы проиграете в этом конфликте, то вы останетесь с чем? При своих. Ничего вы не проиграете на самом деле. Вы тоже ничего не проиграете. Сколько получали, столько будете получать. А я вот, если вы выиграете, у меня будет меньше прибавочной стоимости. Для начала. А потом она может станет больше. Потому что люди, которые больше получают, лучше работают, между прочим. И лучше работают накормленные, сытые. И у них спокойно все и дома, и в семье. И у них есть возможность отдохнуть. А если они идут на своих ручные постоянно. Потому что они никак не могут получить необходимое для своего существования. То ясное дело, что они замученные. Замученные люди много не наработают. Тем более сейчас нам рассказывают про цифровизацию. Про технический прогресс. Какой технический прогресс? Когда люди изможденные, усталые, ничего не могут. И мысль в голову ничего не идет. Поэтому вопрос о заработном плате очень существенный. Зарплаты – цена рабочей силы. И вот у меня в руках вот такая книжечка небольшая. Моя, которая называется «Политическая составляющая социально-трудовых конфликтов». По тому курсу, который я читаю в магистратуре. 2014 год. Она есть на сайте Московского отделения фонда рабочей академии. И здесь вот, это первый расчет стоимости рабочей силы, который был сделан в России. И этот расчет мы сделали когда? Когда был очень большой трудовой конфликт в порту. И товарищи, выделенные для разрешения процедур во время конфликта, во время, при подготовке к забастовке, были освобождены от производительного труда с оплатой по среднему. Вот все эти товарищи, они перечислены, докеры, под моим руководством, начали считать, какая у них стоимость. И они насчитали, когда эту стоимость они насчитали в объеме… Сейчас посмотрим. И в объеме они насчитали, это было в 2014 году. С учетом того, что еще, между прочим, налог надо платить 13%. Значит, надо посчитать с учетом того, что… С того, что вы получите, 13% будет уплачено, а вот то, что останется, должно быть для нормального воспроизводства. Итого насчитали… Усмотрим… Значит, если один человек работает, то 235 709 рублей. Вот скажем, для докеров, у которых смены 12-часовые, и они рано утром приезжают, и через 12 часов только уезжают, когда все темно, ясное дело, что с детьми должен другой член семьи сидеть. Поэтому тут вот расчет на такой. А если речь идет о обычной, так сказать, семье, где работают и муж, и жена, но, как правило, один из членов семьи, когда рождаются дети, и приходится ему маленький сидеть с этими детьми. Сколько? Ну, вот скажем, если три у вас ребенка, а мы берем тут за основу сколько? Трех. Почему? Потому что иначе не воспроизводится население России. То есть, если это нормальное воспроизводство, это не такое, что люди должны при этих бешеных ценах на коляске, на все эти детские одежды, которые сейчас есть, дескать, а что вы, жалко вам детям даже вот это купить? Это раньше, вот я еще, когда было советское время, я сыну покупал ботинки, он уже был такой же по росту, как я, и нога у него была такого же размера, но цены были на детских обувях ровно в два раза ниже, чем на взрослых. Ровно в два раза. И на одежду розовую. А сейчас наоборот. Сейчас коляску хотят сделать по цене автомобиля, вот. А вы что, жадно вам для детей, для детей жадно денег? Да. Вот видно, как вы можете воспитывать вообще людей. Вообще какие люди, какие стали жмоты. Так вот, поэтому мы посчитали на случай, когда, значит, работает, три года на одного ребенка уходит, а того девять лет должно быть. не два получается работника, а один работник полностью работает двадцать пять лет, а другой двадцать пять минус девять. Неважно, они по очереди или один какой-то или двух. В итоге он работает шестнадцать только лет. И вот если это учесть, то получается сто шестьдесят пять тысяч рублей. Сто шестьдесят пять двести один. И в этой книжечке еще приводится, откуда они взяли эти данные, на что сколько. Поскольку это докеры, которые получают, ну так, порядка восьмидесяти тысяч. И если взять людей, которые получают по шестнадцать или двадцать, или двадцать три, они не знают таких цифр и данных. Потому что они такие вещи не заглядывают, не по их меркам. Ну а докеры, поскольку они получают там восемьдесят, а некоторые девяносто, они знают где, какая цена, у чего, так сказать, у какой техники и так далее, квартира, машин и так далее. И они, это вот некоторое обоснование, откуда они это взяли, тут приводят. Это вот расчет, произведен рабочими ЗАО, первый контейнерный терминал, Куслиным, Куртовым, Каретником и Белоногом. Белоног – это их председатель профсоюзной организации работников водного транспорта на базе первичных расчетов докеров. Механизаторов, докеров-механизаторов Градусова, Ремезова и Слесаря Тюмнова. Вот этот производственного научного коллектива осуществил и обоснование расчета стоимости рабочей силы под составляющим. Для того, чтобы считать было просто и чтобы каждый мог проверить, потому что сейчас не вот вам эту зарплату дадут, но вам хоть примерно надо представлять порядок. Значит, какие мы сделали упрощения? Считается, что работает человек 25 лет. После нынешней реформы пенсионной, это уже цифра кажется слишком заниженной, чтобы работать 25 лет. Почему 25 лет? Потому что очень легко. 25 лет – 12 месяцев в году. Значит, 25 лет на 12 – сколько получается? 300 месяцев. Поэтому вы должны, если берете какие-то затраты, допустим, на жилье, на приобретение крупногабаритной техники, там, допустим, холодильника, или два холодильника за время жизни, так, скажем, телевизора и так далее. Вы на что должны делать? На 300. То есть на три. И потом два нуля убираете, запятую. То есть, чтобы этот расчет не надо было с компьютерами производить. И не надо было с такими головами. Ну, вы хоть примерно представляете, сколько вам должны платить. Если платить по меркам капитализма, если платить не по меркам капитализма, то некоторые у нас сейчас пишут, мы требуем довести нашу зарплату до стоимости рабочей силы. А почему? А почему вы прибавочную стоимость не можете туда залезть? Ну, люди-то, которые получают прибавочную стоимость, они вообще не трудятся. Потому что я вот в ходе говорю, что я-я-я, а у меня же есть люди, которые трудятся. Зачем мне-то самому трудиться? Я-то на островах могу сидеть. А у меня есть вот, я вот его взял на работу, сколько я вам плачу, честно скажите? 27. Чего? Все. Чего? Доллар. Доллар я не беру. То есть это нищета какая-то. Почему я же сказал 27? 27. Чего? 50. Да ладно, вы хоть посмотрите статистику, члены правления этого самого Роснефти получают по 30 миллионов в месяц. Ну я разве много прошу? Да вы очень мало просите, значит я несерьезный, с вами каша не сваришь, все. Вот вы пойдете ко мне к генеральным? Генеральным? Генеральным. Сколько вы возьмете, сколько вам надо в месяц? 400 тысяч рублей. Сколько? 400 тысяч рублей. А это тоже темнота. И счета. Ну есть хоть кто-то, кого я могу взять из генерального? Вот, наверное, вот вы можете. Ну что это за люди? Ну вы хоть знаете, ну вот в Сибербанке сколько получают в месяц? 24 миллиона. В этом самом ВРЖД. В ВРЖД 15. Где-то 15 получают в Газпроме. Ну это нормально люди получают. Ну потому что я же хочу, чтобы был вот так. Меня, чтобы человек понимал, меня. Потому что я-то не такие хорошие получаю. Я-то не миллион, а миллиарды получаю. Поэтому мне это нужен. Человек близкий мне. А вы к чему мне? Все вы мне эту голыбу сюда выставляете. Сколько вам надо лучше скажите? Все, слишком много хотите запросить? Сколько надо вам? Ну 33. 33. 33 чего? Миллион. Ну это нормально. Значит, но у меня очень строгие условия. Значит, я живу там. Здесь этот климат. Нет, не для меня. Значит, вы должны, значит, у вас все права. И вы у нас за все отвечаете. Вы исполнительный директор. Все делаете. Все у вас. Все права подписи, все решаете. Мне важно, чтобы у вас прибыль. Не снижалась. Прибыль должна только расти. Норма прибыли должна повышаться. Все. Единственное требование, которое к вам предъявляется. Раз в неделю вы мне присылаете данные о том, какая у нас норма прибыли. Как только прибыль, норма прибыли у нас меньше стала, чем в прошлую неделю. Вы? Что? Уволенная. Вам нужно искать нового человека и тратить. Зачем мне его искать? У меня вот, она вот молчала здесь, но она-то потребует 35. Ну и пусть получает 35. Но она же знает, что будет с теми, кто не обеспечивает прибыль. Мне нужна прибыль. Да мне жалко, что ли, 35. Я миллиарды получаю. У меня эти 35 ваши туда-сюда. Ничего не значит. А вы вообще мелко так. Все смотрите. Я с вами и разговариваю, и считаться не хочу, и знаться не хочу. Это мы, как сейчас пишут, сейчас вот дома строят, знаете, такие есть. Дома, клубы. Для людей своего круга. Вы в мой круг не попадаете. Вы в квадрат попадаете. А в круг нет. Вот такая история. И дальше так и идет. Поэтому сейчас такое время. Кто сейчас занимается непосредственно сам? То есть это еще было при Ленине. Уже при империализме, уже управляющей. Они некоторые потом сами становятся капиталистами. Но уже функция управления производством отделилась от этих капиталистов. Это не время фордов. Какие форды? Все это прошло. Сейчас это люди, которые... Что вы знаете про это? Что сделали наши вот эти богатые люди-то? Что они делали особенного? Ничего не делали. Получили кусок народного достояния и, так сказать, этим пользуются. А так они ничего не создали. Кто что создал-то? Абрамович, что создал? Нефть, что ли, он создал? Откуда деньги? Купил футбольный клуб. Молодец. Вы тоже можете себе купить футбольный клуб. Я не возражаю. Пожалуйста. Пока у нас идет, растет прибыль. Покупайте себе футбольный клуб. И я себе куплю. Вот у нас недавно товарищ. Один миллиардер. Не очень такой крупный. Все вот три миллиарда у него. Купил футбольный клуб. Поехал за границу. Его там арестовали. Но отпустили и сказали, будете приезжать на суд. Потому что неизвестно происхождение ваших капиталов. А что известно? А известно, что раз они арестовали его активы, которые он хранил в Монако. Ну вот банкиры Монако и будут пользоваться этими деньгами. А как они будут пользоваться? Давайте вот вам кредит дадим. Вы будете платить. Кому? Банку. Вы пойдете, возьмете кредит. Будете кому платить? Отдавать. Банку. И так далее. А он что? У него собственность не отняли. Боже упаси. Собственная, священная, неприкосновенная. Просто она арестована. Вот если ваши средства арестованы, то что значит? Что у вас они вот лежат в кошельке, а вы придете платить и скажете, а ваши средства арестованы. И в буфете у вас их не возьмут. Скажут, не-не-не, ваши вы держите при себе. И все. Вот надо как-то так ближе быть к современной экономике. Вот единственный человек тут нашелся, который близок к современной экономике нашему кругу. А вы вообще там за пределами беда там находитесь. Но это не все потеряно. Вы должны просто подумать над собой. Поработать. Я же для чего говорю? Чтобы люди как-то вызрели здесь все-таки. Чтобы быть достойным там Санкт-Петербургского университета. Мы тоже можем не только платонов, но и миллиардеров родить. Вот у меня дипломник был Кудрин, он министром финансов был. Когда я работал на экономическом факультете. Потом он по Чубайсевской линии поднялся и стал министром финансов. Так что все тут очень близко. Вторая моя дипломница Иванова, она доработалась до заместителя председателя комитета по высшей школе в Государственной думе Иванова Валентина Николаевна в девичьей стиле. И она другую бела фамилию. А сейчас она возглавляет казачий университет. И пошила даже себе бурку казачью. Хотя вообще-то женщины казачьих бурок не имели раньше. Но все меняется в наше время. Так что все тут бывает. Вы очень близки, так сказать, к тому, о чем мы говорим. Откуда? А что вы не знаете, что у нас Путин с Медведевым вышли из нашего университета? Ну так и чего. А вот тут был глава администрации товарищ Иванов. Он засвел пока. А министр обороны думает, что табуретка откуда? Откуда? Отсюда все. Тут одно время очень интересная выставка была внизу на факультете. И прямо вот написано. Вот все сплошь, сплошь отсюда почти. Ленинградцы. Даже по этому поводу были такие анекдоты. Что вот одного товарища вызывают на должность. Вот вас вызывают. Приглашают в соответствующую инстанцию. Говорят, ну вот мне дали вашу фамилию. Мы хотим вас привлечь к работе в центральных органах власти. Вы, конечно, из Ленинграда. А вы что отвечаете? А он говорит, нет. Как нет? Ну, значит, дети ваши учатся в Ленинграде. Он говорит, нет. Ну, родители у вас из Ленинграда. Он говорит, нет, я москвич. Ну, тогда извините, мы вас не можем записать. Ну, давайте я запишу на всякий случай. Да, всяко бывает. Давайте адрес свой. Он пишет мне адрес. Москва, Ленинградский проспект. Ну, что же вы молчали? А второй, значит, один у другого сидит, стоит в трамвае на ноге. И тот, у кого стоят на ноге, спрашивает, а вы не из Ленинграда? Он говорит, нет. Не из ЭПЗБ? Он говорит, нет. Тогда садитесь, пожалуйста, с моей ноги. Так что вы думаете, мы вот с вами это обсуждать. Ну, откуда берутся у нас вот эти вот всякие управленцы и так далее? Берутся в том числе и из нашего университета. Больше из нашего, чем из московского. Ну, Бастрыкин, например, вот он был мой партийный начальник. Я был замсекретаря партбюро экономического факультета. Он здесь был, экономического факультета. Только вот сейчас вот у нас это вот так аудитории идут. Тут был философский. А вот так шли экономически. А в углу, вот где деканат, была кафедра политэкономии, на которой я был аспирантом, а потом ассистентом. И потом доцентом, старшим преподавателем-доцентом. И вот в это самое время у нас заместителем секретаря парткома был Бастрыкин Александр Иванович. Это сейчас я знаю, что он голова Следственного комитета и что он староста был в группах Путина, где Путин был. А я вот ходил к нему, так сказать, и рассказывал, что делаем мы на факультете. Так что я очень хорошо, очень порядочный человек. Очень я бы его порекомендовал. Он единственный из всех юристов, которых я знаю, из высокопоставленных, которые требуют, чтобы суд выяснял истину. А вы, если вы не знакомы с соответствующими, так сказать, кодексами, то как вы думаете, чем занимается суд? Суд это уже не гражданский кодекс, а гражданско-процессуальный и уголовно-процессуальный. Чем занимается суд наш? Состязательным процессом. А? Состязательный. Вот. Состязательность. Если я вас переговорил, значит, я прав. А если вы меня переговорили, то значит, вы правы. То есть, вообще, может быть, истина на вашей стороне сейчас? А я вас переговорил, потому что я подноторел, а вы еще нет. Может, вы еще больше поднотореете и будете меня переговаривать. А пока я. Поэтому истина это не выясняется суда. Вот я вас переговорил, все. Вы проиграли. Деньги у меня. И вы проиграли. И ваши деньги у меня. Еще и вы проиграли. И ваши деньги тоже. Я все забрал, сижу себе, но с вами я не буду судиться. Мне нужен кто-то хоть, чтобы был в запасе. Мало ли как повернуться события. Постыкнинг, надо, чтобы вернуть снова в кодекс, чтобы было выяснение истины. Не поддерживайте его. Или он настаивает на том, чтобы была смертная казнь по отношению к тем, кто убивает людей. А ситуация не в том, что это ограничивает количество убийств. Не уничтожает, конечно, а только ограничивает, чтобы она не расползалась совсем. А кроме всего прочего, есть второй момент. Сколько, вот скажем, ребенка убили у родителей. Потом они узнают, что его приговорили к пожизненному заключению. То есть всю жизнь родители этого ребенка будут платить деньги на содержание этого убийцы. А они, вот в «Консомольской правде» была статья о том, что там есть острова на севере. Там содержатся эти вот приговоренные к пожизненному заключению. У них там интернет, их кормят, гуляют. Вы каждый день гуляете. Если попадете в тюрьму, будете гулять каждый день. Не расстраивайтесь. А сейчас вас не доцук же. И мне как-то не удается. Никто не берет. Это же так просто. Но не совершать же ради этого преступления. И кормят причем. Я думаю, что вот по сравнению с тем, сколько вы получаете. Ну, вы хоть бы написали письмесо и спросили, а сколько стоит заключенный в месяц? На какую сумму его кормят? Как вы думаете, это больше стипендий вашей или меньше? Я тоже думаю, побольше. Ну, это любит образия. Вот, значит, я вам, поскольку кому-то я еще не дал на основу пришедшие, дайте, пожалуйста, здесь, поскольку есть этот вот расчет, который сделали уже для себя на этом основании, вот, товарищи рабочие, профсоюзники из города Ферн-Франца, Санкт-Петербурга. То вот можно здесь видеть, какой величины примерно они насчитали зарплату. Они насчитали 360 тысяч 506 рублей. Это для нормального воспроизводства. Это не значит, что не будет другого. Кроме нормального, бывает, не вполне нормально и так далее. Это к вопросу о том, когда люди думают о требованиях, которые они будут выдвигать, когда идут на конфликт, да, с забастовочным конфликтом, выдвигать требования. Какие требования должны быть по зарплате? Вот некоторые граждане, в том числе представители разных политических партий, в том числе РКРП, Ротфронт, они настаивают на том, что надо требовать индексации зарплаты. То есть у вас была нищенская зарплата. Вот надо требовать, чтобы она была прииндексирована. Вы же понимаете, что инфляция у нас... Инфляция, она сама идет или она организовывается? Как вы думаете? Как вы думаете, зарплата, это инфляция стихий инвестиций, что ли? Ну, затраты труда с ростом производительности труда, вообще они сокращаются или растут? Ну, пусть вы не экономисты, но такую элементарную вещь, если я повысил производительность труда и за одну минуту делаю не один продукт, а два, то у меня в этом продукте содержится теперь меньше труда в одном, вдвое, чем раньше было, правильно? То есть если растет производительность труда, а она растет где? При социализме, при капитализме, при федерализме или всегда. Весь прогресс технический, технологический прогресс человечества связан с ростом производительности труда. Поэтому это общий социологический закон с ростом, особенно сейчас, когда рассуждают гигантский разворот, научно-технической революции, цифровизация, а какие цифры-то? Ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль. Какие цифры-то? Какие цифровизации? У нас темпы роста где? Сколько? Около нуля. А про производительность труда вообще молчат. Молчат, потому что, а что сказать? Вы читали что-нибудь, какая у нас производительность труда? Это можно найти статус спорников, можно, но она очень медленно растет. А технический прогресс какой может быть? В чем выражается технический прогресс? Что вы теперь за то же время делаете больше, а если вы за то же время делаете столько, а у вас стоят компьютеры, у вас все красиво так, все написано, basic history, висят, все хорошо. И что? А ничего. Так вот, с ростом производительности труда, затраты труда сокращаются. Значит, цены вообще, по идее, должны куда пойти, если они соответствуют движению цен, движению стоимости? Куда? Вверх или вниз? Вниз. Вниз. Коины что идут? Вообще говоря, вычислительная техника, вот если, я не знаю, помните ли вы, но, например, принтер раньше стоил 50 тысяч, хороший, потом он стал 25, и вот, скажем, я для редакции не приобретал, а просил. Ну, потому что не могли мы такие деньги получить. Ну, сейчас, если вы хотите нормальный принтер, причем не струйный, который засохнет, если вы им не пользуетесь, сейчас на такой принтер порошковый, ну, за 9 тысячи можно купить, и будет вам, а 4 будет, печатать вам, как часы. И долго-долго будете печатать, и картриджи вы зарядите, и будет долго-долго печатать. Пожалуйста. Ну, можно купить и дороже, потому что принтер, линейка, говорят, какая. Ну, люди так вот, вот такие люди, какие у нас тут есть, они, конечно, купят и за 20 тысяч, это, пожалуйста, никому не запрещено, но можно и за 9 тысячи купить. То же самое, и телефоны. Можно купить навороченный телефон, который компьютер просто в уменьшенном объеме, чтобы еще кто не ослеп, так сказать, смотреть мелкие вещи, чтобы он, пусть он медленно ослепнет. А, так сказать, на самом деле это, в общем, уже и не телефон. И ты по нему пальцем, так сказать, долго вводишь, тыкаешь, а он не хочет, и он не реагирует. А может, и среагировать, и тогда-то, ну, позвонишь кому хочешь. Вот, ясно, что эти уже за 10 тысяч. Ну, а обычный вот МТС, который, там, спокойно можно звонить, кому угодно и получать, это, ну, 2 тысячи и все. То есть, и даже это сейчас проявляет. Но наш дорогой Центробанк, который принадлежит к финансовому блоку, который ответственен за то, чтобы накачивать эти цены, потому что там, как бы, продукции стало больше в деньгах. Правильно? В деньгах, если считать, то больше. Он увеличивает цены и закладывает уже в планы, в программы 4-5% инфляции. А что такое инфляция? Инфляция – это я вам денежки выдал, вы положили эти денежки куда? В карман. Ну, из вашего кармана это же грубо будет, если я пойду и залезать вам в карман. Зачем мне к вам влезать? Просто вы полезете в карман. Дайте такие же деньги, а уже столько же не купите, сколько вы на такие деньги раньше покупали. А уже меньше, еще все меньше, еще меньше. И это сколько тянется? А все время и тянется. То есть, инфляция, а кто предложил инфляцию? Джон Мейннер Кейнс. Кейнс говорит, ну, чего вы там конфликтуете со своими предприятиями по поводу зарплаты, со своими рабочими? К капиталистам он обращает свою речь. Да вы просто цены повышайте и как бы стихийное бедствие на эти денежки обесцениваются зарплаты. Это же цена. Цена зарплаты понижается. А что такое инфляция? Кто скажет? Не скажете? Обесценивание денег. А? Обесценивание денег. Нет. Это не совсем так. Это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Это же тоже цена. Казал, так вы ее поднимете. А если вы все просто на все поднимете, обесценивание денег, ничего не произойдет. Какая вам разница? Ну, будет не тысяча рублей стоить, а рубль всего. И, соответственно, зарплата будет в рублях. Никакой разницы нет. А это именно повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Вот что такое инфляция. Так, я еще не нарушил закон? Нет, еще у меня по закону три минуты осталось. И так здорово, и так рассказывают про это дело, про инфляцию, что думаешь, ну прямо о стихийной бедствии. Это не стихийное бедствие, это плановое, так сказать, проводимое государством. А государство – орган классовый. Классовый, известно какой, буржуазный. Он проводит какую? Чтобы тихо, потихонечку у вас из кармана это утекало. Куда? А куда оно притекает? Ну, у вас и утекает, к другим притекает. Вы можете это и рассмотреть, скажем, в предельном отношении. Вот если вы возьмете государство. Государство может же выпускать деньги, бумажки. Бумаги – это деньги или нет? А? Вот, которые у нас в кошельке – это деньги или не деньги? Правильно, а что это? Не знаю, что у вас. Вы мне это объясните. Это что? Знаете, как красиво. Что это? Банкнота. Ну, правильно. Купюра. Ну, точно, как вот. Никогда не читали, что написано? Билет от Банка России. О, спасибо, молодец. Билет Банка России. Билеты. У вас есть такие билетики? Нет. Есть, но таких-то нету, а поменьше есть. Вот здесь билеты Банка России. Хорошо. Значит, на этот билет можно купить теперь меньше и меньше. Потому что, а где деньги? В банке. Это представители. Ну, что вы? Зачем эти ходить деньгам-то? То есть товарным эквивалентом не ходите? Пусть ходят бумажки. А бумажки, рваную бумажку вы принесете в Сибирбанк, вам заменят. Сколько мы должны это, скажем, четверть, если ширины, а не более четверти, вам запросто заменят. Если разорвано, на одной стороне есть номер, хорошо виден, и заменят. Но это надо не в любой Сибирбанк. А вот идти туда, к Думе, туда, где это Сибирбанк, около гостиного двора. А вы замените, не расстраивайтесь. Поэтому говорят, как вы такое нам даете грязное? Так это смысл этих бумажек, потому что они пачкались, рвались, чтобы не подвергать деньги каким-то опасностью. А что такое деньги? А деньги это товар эквивалент. Товар. А какой товар? Это билет, бумага. Это бумага. А вам деньги, а товар эквивалент? Это что? Золото, прежде всего. Драгметалл. Золото вы можете купить? Можете. Это только мало очень. Но так мало вам не продадут. А теоретически можете. Слиток можно купить? Слиток. Но потом вы с этим слитком придете за колбасой, и скажете, знаете, у нас нет размена, мы не можем сдать сдачу, и все. Так что вы опять пойдете в этот банк, опять подучите все эти бумажки, то есть от них не открутишься. То есть это уже... Ну, а и монеты. Монеты из чего у нас сделаны? Из какого металла? Тоже не знаете, с чего вы не знаете? Ну, какой-нибудь латуни. Чего? Да ладно. Где живете? Вот это вот, смотрите. Из чего сделано? 10 рублей написано. Из чего сделано? Какой металл? Так, я обращаюсь к гражданам мужеского пола. Дайте ему вкусную. Ну, это точно не золото. А? Это точно не золото, не серебро, не платье. Так, не золото, не серебро, не платье. Таково будет до бесконечности. Мы отсюда не уйдем, потому что это ни елка, ни береза, ни дубина, ни картина, ни портфель, ни чемодан, ни корова, ни стакан. Ну, и что вы будете так? Вы мне скажите, из чего сделано? Как вы считаете? Ну, хоть предположение-то выдвините. Из чинцик. А? Из стали. Хорошо. Из стали, молодец. Правильно. Как доказать, что из стали? Можете доказать? Чего вы ничего не можете? Я вот сейчас вам сразу докажу. Вот вы знаете, что это крышка на том самом... На магните, да? Да. А где магнит? Вот магнит, да? О. Из чего сделано? А железо же тоже магнился, нет? А? Железо тоже магнился. Так стали, это же смешно. Так только железо и магнился. Только железо и притягивается к магниту. Никакой. А сверху, вот если вы несколько лет открутите назад, делали из медно-никелевого сплава. Это те же самые рубли, десятки. Или и белые денежки, там, пять рублей, там, из бедно-никелевого сплава. Потом, зачем-то мы будем из медно-никелевого? Поэтому делают стальные, как вот вы сказали. Ну, вообще, надо вас на кандидатуру генерального брать, конечно. Надо писать. Уже знаете, из чего деньги делается. Значит, из... Поэтому решили, что давайте мы сделаем из железа, а сверху покроем, медно-никелевым сплавом. И все. И никто не заметил, что вот, смотри, такие кошельки стали тяжелые. А это как бы показатель того, что вы стали богаче. Представляете, как чувствуешь, что нашел. Конечно, железо, но если вы медно-никелевый носили, да это вообще легенькие были кошелечки. Там, считайте, что вы бедные. А тут вы стали богатые, потому что тяжелый. Кошелек потяжелел. Вот такая история. И поэтому инфляция, она обесценивает эти вот денежки. Поэтому что такое 10 рублей? Вот сейчас, скажем, если бы мы зачеркнули 3 нуля. 3 нуля зачеркнули, и считали бы 1000 рублем. 1000 – это рубль. Тогда сколько вы получаете стипендию? Полтора рубля. Руб 50, да? Руб 50. Нормально. Ну, соответственно, и цены. Ну, и все было бы нормально. И рабочие бы поняли, что они получают 3,70. А вот, я думаю, старушки и старики-пенсионеры возмутились бы. Вы за кого нас держите? У нас была пенсия 15 тысяч, а теперь… 15 тысяч рублей. 1500 только. Сколько мы нулей зачеркиваем? Вы же определите. А, 3 нуля. А, 15 тысяч? 15 рублей. Это вы нам теперь 15 рублей и пошли это счет петинговать. А тут все хорошо. Рублей много. Нули эти нужны кому-то? Что мы наносим эти нули? Что на них эти нули купишь? Ничего. Зато видно, что вы получаете солидную стипендию. Как-то приятно, да? Что в нашем университете тысячи платят стипендии. Тысячи. Тысячи. Вообще много. Досчитать-то. Попробуйте досчитать до полутора тысяч. А вы еще не говорите, что вам мало платят. А так-то каждый досчитает, понимаешь? 1500. Руб 50. Вы сразу тут станете забастовкой делать. Не, не. Ну и допустим такого. Зачеркивание нулей. А это же всего лишь что? Представители денег. От этого количества золота, которое эквивалент, ничего не меняет. Правда? То есть каждая просто денежная единица означало бы в тысячу раз больше. И все. Ну вот мы с вами рассмотрели сегодня вопрос о нормальной заработной плате. Но такую нормальную зарплату без забастовочного социально-трудового конфликта не получишь. Так? Правильный вывод? Ну вот отсюда исследует. То есть если мы можем, как специалисты, конфликтологи, помочь товарищам в решении этой задачи, потому что за них мы эту задачу не решим. Если кто-то думает, что конфликтолог придет и за него проведет конфликт, из-за него решит его задачи, то он ошибается. Конфликтолог – помощник на правильном пути. Правильно? Помощник. А если вы думаете, что мы будем за вас вести борьбу, вы ошибаетесь. Мы борьбу готовы вести вместе с вами за прогрессивные цели, а вовсе не за любые цели. Вот это постановка вопроса. Ну на этом месте надо остановиться и закончить. Потому что дальше будет уже нарушение, и я буду виноват. А то, что вы говорили вроде правильно, но то, что вы задерживаете студентов и отнимаете у них свободное время, это ни в какие ворота уже не летит. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.